Девушки отдыхают Владимир Вейлкин, Игорь Левашов и Геннадий Мороз В своей профессиональной деятельности с такими проблемами Да, очень бывает, что люди говорят «не люблю баню», потому что есть какой-то негативный опыт Либо это была высокая температура Либо это было какое-то стягание вениками, а не парение Либо человек был просто не подготовлен, не вовремя пошел Шел не знал зачем И все зависит от того, кто тебя вводит в эту баню Кто тебе рассказывает, как правильно париться Кто тебя парит И баня это, в общем-то, с наркотиком не сравнит Но на нее подсаживаются И если ходишь регулярно, то уже в организме чего-то не хватает Если ты пропустил очередной сеанс И ходить хочется постоянно, постоянно Потому что это здоровье Это восстановление Это оздоровление Это, в общем-то, сплошные положительные эмоции Как вы в первый раз пришли в баню? Кто вас привел? Ну, я первый раз попал, как ни странно, будучи в армии Это было почти 40 лет назад И вот с тех пор я стал сначала просто любителем бани Ну, а сейчас и, как говорится, стал парильщиком Доставляя людям удовольствие от парения Просто служил в отдельном подразделении Где такой общей бани не было Была баня с парилкой, где нам можно было париться Вот почувствовал, что такое веник Сразу было просто так интересно Кто кого пересидит, такие соревнования А, вот я сейчас поддам, паркую это все Ну, а потом как-то рядом сидел человек Который меня попарил Именно вот как вот сейчас мы этим занимаемся Я почувствовал разницу между парением Что вот просто похлистаться, обжечься И вот когда каждый член Каждый суставчик твой будет размят И вот и так потихонечку, потихонечку Стал замечать каждое движение Какое оно доставляет ощущения И в итоге вырисовалась уже своя система парения Вот таким вот А я родился вместе с баней Я не помню, со скольки начал Но знаю, что очень в раннем возрасте Еще до школы ходил вместе с отцами С дедами в баню Ходил на первый пар всегда И парился на уровне Вот, так что Только потом постепенно с годами Тоже вот как Володя говорит, что какие-то движения Стал именно замечать движения И уже стал оттачивать тоже свою программу Вот И в итоге тоже сделал свой стиль Ничего себе, даже в этом деле есть свои стили Конечно Каждый что-то вносит Кто-то Что-то новое Что-то еще что-то Где есть чему и поучиться У каждого даже опытного человека Можно еще что-то подчеркнуть Не только отдать, но еще что-то и взять Я даже перебью Игоря, что не только у опытного Даже у неопытного Я многие движения взял у неопытных Люди говорят, что можно я тебя попарю Я говорю, да, пожалуйста, попарь И вот одно какое-то маленькое соприкосновение Оно, в общем-то, все парение может Никаким быть Но вот одно движение уловил И потом, ох, как это здорово И потом ты включаешь уже свой комплекс И получается совершенно Изюминка, да? Так что, видите У меня много таких приемов, которые я взял Вот именно у новичков Геннадий, а вы как пришли в баню в первый раз? Ощущения свои помните? Ощущения помню Было очень жарко Было жарко, было много народу Это была баня в деревне Было лет пять, наверное Непонятно, чего люди туда ходят Непонятно, ради чего они жарятся И все остальное Потом уже, когда после армии Мы стали ходить с ребятами, со спортсменами В баню для того, чтобы погреться Для того, чтобы как-то отдохнуть Именно в банной обстановочке В теплой, приятной Начали парить Один товарищ, который занимался спортом Он говорит, что я вот умею парить И нужно париться вот так Ну и показал первые движения Мне стало интересно И я постепенно развился Это было в начале Начали ходить в баню В начале где-то девяностых годов Ну, с тех пор у меня есть свой стиль Вот пара мороза Мои фирменные латайсы Это насчет того, что стиль Да, есть стиль Я тоже вобрал то, что людям интересно То, что я могу У каждого свой почерк У каждого своя рука Я не сделаю то, что сделает Володя Или Игорь Я сделаю что-то свое индивидуальное У меня есть люди, которым нравится То, как делаю это я Есть два вида парилки Насколько я понимаю Это баня и сауна Какая разница между ними? Ну, в общем-то Сауна с финского языка Переводится как баня Просто финны первыми придумали Такой вид бани Который суховоздушный Печей Он не предусматривает наличие воды Там температура может достигать 130-140 градусов И практически Чуть ли не нулевой влажности Значит А В принципе, исторические финны Так же, как и русские Как и славянские народы Парились в бане с вениками Подливая воду на камни Ну, так вот уже сейчас у нас сложилось Иногда даже И в городе, когда регистрируют баню Спрашивают, какой у вас тип будет Баня или сауна Спрашиваешь, а какая разница Ну, вот Баня это, значит, общее такое А сауна Это Как Баня люкс у нас Больше для развлечений С бильярдами Сейчас, если вот посмотреть Действительно, вот рекламы Которые идут Практически В бане трудно назвать то, что Хоть и пишут, что Пожалуйста, к вашим услугам Профессиональные парильщики И это Но тут же идет, что Бильярд Караоке DVD Доставка Выпивки Закуски То это, конечно, это уже Не баня Ну, наверное, и сауной тоже Это назвать нельзя Это просто какое-то Увеседительное заведение Непонятно какого типа Да И сама сауна Отходит уже на задний план А хотя она Должна быть как сердце То есть Самое основное То есть Заходишь сразу Надо посмотреть В каком состоянии парная Вот недавно я был В такой парилке Тоже красиво все расписано И к услугам Русская баня Все Захожу в парилку Поддал водички на камни Еле-еле Око-то шипение Беру головой Рукой камень Ничего Отзывают Администраторы А как У нас же 85 градусов Температура Не все Зависит от температуры Самое главное В парилке Это печка Чтобы были раскаленные камни Чтобы давал Все Вот когда мы говорим С легким паром Или легкого пара Пар должен быть легкий Это Не капельки воды Которую Посмотрите на чайник Когда он кипит Что-то такое Белесое вылетает Из соска Это в общем-то Не пар Это вот капельки воды Которую И когда такая субстанция присутствует в парилке Нам тяжело дышать Мы задыхаемся Нас обжигает И вот это еще один из способов Отбить охоту у новичков А когда приходишь Когда пар практически Он невидим Он ласкает тело Вот это действительно люди Ой, как здорово Почему же я столько времени потерял И все Я теперь апологет Этой бани Всем ли показана баня Можно ли любому человеку Независимо Возможно есть какие-то заболевания Или возможно есть какие-то противопоказания По которым человек В подилку заходить не должен Ни в коем случае Ну, наверное В период обострения болезней Нежелательно заходить в парилку Любых болезней Любых болезней В период обострения Хотя вот у финнов Есть такая поговорка Что если у вас плохое настроение Если у вас разбито тело И баня вам не помогла То других средств нет Но тем не менее Все-таки Если человек страдает Сердечно-сосудистыми заболеваниями Иногда приходилось сталкиваться Что у человека там Верхнее давление за 180 Он говорит Ой, мне так баня помогает У меня сразу там на 20-30 единиц снижается То, конечно, такому человеку Лучше в баню не ходить Хоть это и происходит снижение Но снижение давления Не за счет того Что убралась причина этого давления А за счет того Что где-то расширились сосуды Которые легче расширяются И не исключено Что где-то может произойти Разрыв этих сосудов И последствия могут быть очень Вот, а так Если у кого-то какие-то Болезни суставов Остеохондрозы, радикулиты Артрозы То, конечно, баня здесь Наилучший способ от них избавиться И вот мне понравилось выражение Есть такой доктор Бубновский Известный В Москве у нее центры Он сказал, что Исцеление Это, в общем-то, избавление организма От неблагоприятных условий Так вот, баня как раз И является избавителем От этих неблагоприятных условий Потому что где-то зажато Спазмированная мышца Где-то нарушена циркуляция Крови, лимфы Вот расширили мы сосудики Пошла циркулировать кровь И проблемы сами устранились То есть баня не лечит Она именно устраняет причины С недугой или там Какой-то С плохого самочувствия Но в любом случае, я так понимаю Что прежде чем подвергать Своё тело таким экстремальным нагрузкам Нужно проконсультироваться с врачом И узнать, что да, действительно Тебе можно заходить в парилку Какая, кстати, температура средняя Я скептик всё-таки Что консультироваться с врачами Не нужно? Врачи просто бывают Даже перестраховываются Вот допустим, как Володя говорит Что там, да, давление там высокое Я тоже сталкивался с такими случаями Когда давление действительно понижается После бани Вот пускай там на 10-20 единиц Потому что, да, за счёт расширения сосудов Всё это понимаю Врачи, конечно же, запретят Сразу же гипертоникам посещать баню Хотя баня всё-таки влияет плодотворно То есть не надо давать просто сильную нагрузку Или постепенно-постепенно идти Как физическая любая нагрузка То есть вот на коммуне Это мы же потихоньку переходим к правилам Как правильно париться, да? Ещё какие-то правила есть у нас? Нет, вот я бы всё-таки настоял на своём С гипертоником Которых понижается давление на 20-30 единиц Всё равно в баню Ходить не надо Это зависит от банщика У меня есть банщик знакомый Который парит любого человека У него люди и после инфаркта были Всё То есть есть некое такое убеждение Что баня это 120 Баня это жуткий жар И всё остальное Баня начинается от 55 градусов И совершенно не обязательно Человеку, который очень любит баню Который регулярно ходил Но вот произошли какие-то изменения в организме Со здоровьем Совершенно не обязательно завязывать с баней И прекращать ходить И пользоваться этим великолепнейшим средством Оздоровления, омоложения Достаточно изменить параметры бани Вот в баню ходят и беременные У меня девушка была 6 месяцев беременна Она очень любила баню Вот сейчас бы нас врачи У меня тоже, кстати, была Да, да, да Я спокойненько её попарил Она получила такое удовольствие Вот У Владимира, я знаю, тоже есть примеры Когда девушки там И даже кормила грудью в парилке Ребёночка У меня у друга, начиная с месячного возраста Ребёночка С молоком матери сосала вкус парилки Он носил Он заходит в парную То есть баня это не то, что думают многие врачи Хорошо, если врач попал к опытному банщику И знает, что такое баня И знает, что пациент пойдёт именно в такую правильную баню А не с друзьями в сауну, где там будет алкоголь и всё остальное Вот Поэтому посещать баню можно, но с умом С умом, да Обязательно с умом Чуть-чуть дополню, что баню надо преподнести Которым незнакомым, да Которые не посещали, скажем, боятся Вот как я всегда тоже объяснял людям Баню надо уметь преподнести как цветочек Так нежненько Просто на руках Вот преподнести эту баню и всё И человек просто поверит и будет ходить всегда в баню И постепенно-постепенно всё это привыкает И тело привыкает И всё потом, да, действительно как наркотик Просто подсаживаешься на эту баню И жить практически без неё невозможно Или не находишь просто как-то дальнейшей жизни Что-то в этом роде получается Как нужно подготовить себя к бане Человеку, который ещё Ну только думает о том, что ему нужно сходить в баню Да, он вот посмотрит наш сегодняшний эфир И поймёт, что да, действительно попробовать можно Как нужно себя подготовить Каким правилам нужно следовать Находясь в парилке уже Самому себя подготовить очень трудно Если ты никогда не был Нужно просто довериться человеку Который опытный Который тебя поведёт И Когда мы что-то желаем получить Или Ощутить, увидеть У нас Есть какие-то желания И потом результаты Если вот результат Не достигает Того, что мы желали получить То наступает разочарование А если же наоборот результат Удовлетворяет тем желаниям Или наоборот превосходит их Вот тогда уже начинается и восторг И всё Вот надо, чтобы человек, который ведёт Новичка в баню Он уже Ну дал в итоге Тот результат, что Все Превзошёл все ожидания Это называется отделение Души от тела После бани Получается такое ощущение Как будто ты не чувствуешь тело Просто как идёшь Не идёшь, а летишь Просто походка Как-то у тебя легче идёт Просто вообще Другие движения Сколько килограммов сбрасываешь После сеанса бани? Вы знаете Я знаю, что в бане Сло Это неверно Это неверное утверждение Нет, килограммы можно сбросить Это вот выходят все вот эти вот шлаки Лишняя жидкость Это выходит просто пот Да, выходит Нет, там с потом тоже всё идёт И в бане можно сбросить Если ничего не пить Да Если ничего не пить Стоп А можно ли не пить Находясь вот в такой вот Стоп Вот здесь я в корне не согласен В бане нужно пить Жидкости как можно больше Потому что Вот сброс веса Когда мы говорим сбросить вес Мы имеем в виду похудение Чтобы сбросить свою Жировую прослойку Которая нам мешает Да, вот именно Этого не произойдёт в бане Потому что Баня может способствовать Ускоренному обмену веществ Да, ускоряет обмен веществ Ну, не столько даже Ускоряет обмен веществ Сколько когда мы Начинаем Потеть А пот у человека Выделяется для того Чтобы Он попал В более Какую-то горячую среду И пот выделяется для того Чтобы испаряясь Вызвать охлаждение тела Вот чем больше мы Потеем Тем значит Тело больше охлаждает Но в то же время И открываются Поры То есть Тело Вода проходит через Наши поры Естественно Выводятся какие-то И Побочные продукты Распады Всё это И чтобы вот это Компенсировать Потому что Если просто Потеть И не пить воду То можно Дойти до Судорог И других Прочих Нежелательных моментов Обезвоживание Организма идёт У нас Сухожилия Хрящи Вот межпозвонковые диски Откуда Стехондроза Они в общем-то Влагу впитывают За счёт того Что вот Их омывает Жидкость Которая Если её не хватит То конечно Для организма Это будет сильный удар Поэтому пить нужно больше Даже так Что я говорю Что если Вы Вы Спотом у вас вышло Два килограмма То надо выпить Три литра воды И тогда Это компенсация Происходит Я говорю Что когда приходится Надо парить По пять-семь человек За сеанс И вот Выходит Где-то Три Три с половиной Литра воды У тебя уже язык Прилипает к небу Уже Мышцы Цкани Которые Лишились Этой воды Она будет Находиться В кишечнике В пищеводе А вот Чтобы все эти Органы Которые отдали Воду Получили взамен Надо значит Выпивать Как можно Больше водички Только воду нужно пить Или что-то ещё можно Я не говорю сейчас Про алкоголь Это понятно Ну про алкоголь Это понятно Что алкоголь И баня Это вот Кто-то придумал Оправдание такое Что ещё Приписали Суворову Что последние штаны Продай Но после бани Выпей Это в общем-то Ну Я могу это объяснить Что человек Идёт в баню Не только для того Чтобы погреться И получить какой-то там Стресс от этого Но ещё получить Психологическую разгрузку И вот те Кто не может получить Психологическую разгрузку От веника От температуры в бане Тот потом идёт в буфет Или даже сразу же После парилки Садится за стол И нагоняет Это настроение себе При помощи алкоголя Но Многие приходят к нам И говорят Ёлки-палки А мы же не представляли В бане Что можно там Без шампанского Без этого Что вот А вообще В бане Хорошо пить Либо чистую воду Организм Насыщать чистой водой Либо минерально Но лучше всего Конечно Чаи Какие-нибудь Травяные чаи Которые будут Работать и как Поступление Влаги в организм И будут работать Как Антисептики По вкусовым качествам Чай приятнее пить Ты можешь Выпить Больше Мятные чаи Охлаждают Если ты пьешь Мятный чай То создается Ощущение Прохлады Легче Опять же Баню Переносить Очень много Нюансов Ну Лучше В бане Конечно Чаи Теплые напитки Так вот Давайте мы еще раз Вернемся к этому вопросу Что О чем еще нужно Напомнить Что нужно взять с собой Когда ты направляешься В баню Головные уборы Для чего они нужны Обязательно Есть Замечательная пословица Держи Ноги в тепле Голову в холоде А желудок в голоде Это Первая заповедь Банная Потому что Голову мы всегда Защищаем от Перегрева А ножки мы всегда Греем Мама нам всегда Ножки парила Не голову парила А ножки Поэтому когда люди Заходят в парилочку И садятся Как воробьи На скамеечке И сидят ножки Свесив вниз То я показываю Разница У меня есть термометр Я показывал людям Разница между Температурой Возле головы И возле ног Достигает Бывает 30 градусов 30 градусов Вот Мы сейчас сидим Голова Мозг закипает Нет Голова в шапке Потому что Ноги вы охлаждаете Вы ножки погрейте Правильное положение В парилке лежать То есть Значит С собой нужно Иметь в парилочку Обязательно шапку Обязательно то На что Ляжешь Потому что Полки бывают горячие Подстилочка Да Бывают полки горячие И вообще в целях Гигиенических Лучше брать с собой Какую-нибудь Простыночку Либо полотенечко Постелить Вот Обязательно тапочки Ну вот И все Что в бане А веник? Ну это уже Да Это уже следующий вопрос Наверное Вот веники Конечно тоже обязательно Вот у нас лежат веники Кленовые Да? Нет Это дуб Дуб канадский Он похож на клен Похож на клен Вот я и запуталась Это уникальный Для Беларуси Не видела никогда Потому что обычно Поэтому я Я их принес Показал Показать вам Да Показывайте нам Рассказывайте Чем он уникален Ну Он Володя Расскажи со своей стороны Я расскажу со своей стороны Значит А можно я понюхаю Да Пожалуйста У него совершенно удивительный запах Запах леса Вот этот запах Когда в парилочке Он распаривается от пара Запах Ничем не сравнимый Вот Очень приятный Веник очень легкий Вот этот Что касаемо этого веника Он легкий И хорошо нагнетает тепло В то же время Он И можно И сделать компрессы И можно И растереть человека Вот И легкими касательными движениями Успокоить Там Релаксировать То есть Ну вот этот веник Очень хороший для Вот Таких процедур Вот я еще добавлю По этому венику Что Ну мы часто слышим Что в бане Хорошо пользуются Натуральными маслами Но натуральные масла Которые нам предлагает Торговая сеть Это в общем-то 1% натурального масла И 99% растворителя В котором оно растворяется Вот здесь действительно Этот веник Лист выделяет Столько эфирных масел Что Бывает даже Вот С первого раза Он Еще остается пригодным И на второй-третий раз И поражаюсь Сколько в нем Этого масла Что есть Второй-третий раз Он маслинистый Он прямо Сплошное масло Ни один веник Ни березовый Хоть я очень люблю И березовый И вот дуб Не содержит столько Эфирных масел Сколько вот Канадский Этот дуб Ну его еще называют Красный Потому что По осень Он дает такое Ярко-красную Окраску У нас он В Беларуси Растет Не очень широко Распространен Где-то Беловецкая пуща Иногда встречается Но в основном Как декоративные посадки Вот возле Школы Красивое дерево Кроме канадского Дуба и береза Какие еще растения Можно использовать В качестве веника Практически все Любую травку Можно добавлять Любые травы Травами можно И как веник Используются Но чаще Их используются Для растирания Когда чистая кожа Попарились В качестве растирания Травочками Набором трав Там Ромашка И пихта И тысячелистник И зверобойчик Они должны быть свежими Да? Совсем не обязательно Вы сказали Что это вот клен Кстати и кленовый веник Тоже очень замечательный А кленовый веник Какой замечательный Тоже у него И вот труднее Вот это Заготавливается На зиму хорошо Клен на зиму Труднее заготовить Но вот где-то Август Семтябрь месяц Это вообще Тоже потрясающий веник Столько И фитонцидов Выделяется Эфирных масел И широкий лист Он захватывает Жар Прогревание И он Воздушный становится Восхитительно воздушный Мягенький Такой прям как облачко Он ходит Вот так вот Над телом И это что Кленовый веник Применяют Липовые веники Которые дают Мы липовый чай Заварим сейчас Вот такой же аромат Стоит в павелке От липового С липовым цветом Веничек делают Приходилось мне париться Из сливы Из вишни Но там Лист он содержит Много смол И Очень легко Обжечься Это уже здесь Нужно быть Иметь Сноровки Да Вот это чувство Можно по веточке Просто добавлять Веник В березу веник Я добавляю веточки Вишни Совершенно удивительный Аромат Парной стоит Ну и как-то один раз Я катался На горных лыжах В Донбай Ну естественно Ну естественно что зимой Березу нигде не найдешь Пошли Срезали елку И парились елкой Елкой Да Вот некоторые парятся Можжевельником Говорят Вот это хорошо Но можжевельник У него Иголки расположены Хаотично Поэтому он всегда Исколит А у елки Иголки в одном направлении Если вот Гладить веником По ходу этих иголок То стоит Прекраснейший аромат Этой вот хвои И Прекрасно можно Попариться Поэтому Все зависит В чьих руках Этот веник Я так понимаю Что веником Хлестаться не нужно Ой божечки Какое слово Да Бывает такое Что и хлещется Нет Нет Веником нужно парить Как это все происходит В процесс Опишите хотя бы Очень бережно Нежно Это Я же говорю Это надо вот Чувствовать просто И видеть Что хочет человек Да Веником можно и ударить Но можно ударить Вроде замах сильный А удар будет мягкий Вы массаж делали Да Массаж делали Массажи Там тоже есть Поглаживание Есть растирание Разминание Есть рубление Вибрации Точно так же и веником Здесь используются Все приемы Хлестаться Мы называем это Похлестывание Когда уже человек Прогрелся Когда ты видишь Что ему Да Вот еще не хватает Можно и похлестать Но если Парение превращается В сплошное Хлестание Конечно От этого не будет Ну точно так же Как массаж Если вам сделали массаж И все время Бум-бум-бум-бум-бум Я вот Всегда сравниваю Парение С музыкой Что вот В музыке Семь нот В живописи Допустим Семь цветов Радуги И вот Из зависимости От вариации Создаются Такие произведения В парении В массаже Тоже там Не очень много Их приемов Но если вот Специалист может Совершать такие вот Комбинации Чередования То это действительно Может быть Произведение Искусства Да Еще очень часто В торговой сети Я стала встречать Специальные Средства Для бани Ну так и не называются Да Для бани Там не знаю Какие-то Жидкости Масла Какие-то Я не знаю Кремы Которые можно втирать Или пилинги Которые можно делать Нужно ли это Вот На самом деле Или это так Просто вот такая вот Торговая рекламная Такая вот Наверное Больше все-таки Это рекламного трюка Потому что Ну вот я уже Рассказывал про веник Что здесь Своих эфирных масел Достаточно И масло масляное Оно уже То есть дополнительно Ничего применять Не нужно Не можно После парилки Когда уже пропаришься Хорошо Можно сделать массаж Пилинг Так При помощи каких-то Вот этих можно добавить Я противник Поддержу Поддержу Владимира Я тоже противник Нас двое Против одного Я обращаю внимание Своих Посетителей Посетителей Кто парится Вот я первый раз Его попарил Потом он ложится Под веник Я говорю А теперь слушай И вот второй раз Ведешь веником Тело скрипит Тут не надо уже Ни мыла Ни гели Ничего За счет того Что потоотделение Поры открылись Кожа очистилась Ну зачем потом еще Вот этот Как я говорил Органический растворитель Который Нет хорошо Например Если хочется усилить Какой-нибудь косметический эффект Да Ну вот еще дополнительно Очистить кожу Потом сверху А я выскоряю Вот ко мне приходит Нанесли и нормально Нет Нет Вы обратно забили поры Когда вы выходите из парилки В парилке поры расширяются Когда вы выходите из парилки Поры от холода закрываются Кожа обратно То есть и все что нанесено На кожу Оно будет втянуто внутрь И самое бесполезное Вот из того что сейчас рекламируют Это вот медово-солевые пилинги Да Это жирное Поэтому лучше всего Просто березовым венечком Потереться Кожа будет скрипучая Я вас уверяю Вам не захочется ничем мазать А почему бесполезные Медово-солевые пилинги Ну вот я С тем сторонником Кто Гратует за это То чтобы Пользоваться Медом с солью Говорю Перед парилкой Сядьте И натирайте себя Пока не Не выделится пот Утра там Или сколько вы будете сидеть Пот не выделится Пот выделяется для того Чтобы охладить После того как тело нагрелось И для того чтобы он Испарился А когда мы наносим Медово-солевую смесь На тело Пот не может испариться И создается иллюзия Что да Я потею больше Вот тот пот который должен был Испариться Он остался на теле А если вот взять Провести веником по телу Сразу же смотришь Вот тело стало сухое После веника Через полминуты Оно опять выделилось Капельки пота Оно мокрое Все это Вот это идет процесс Некоторые используют Выходят из парилки Потом берут какие-то скрипки Это может быть щетка такая Может быть мочалка Нету Даже берут мыльницу И мыльницы проводят по телу Удаляя пот И через там Считанные секунды Опять Тело Покрывается потем Вот тогда действительно Становятся в конце На весы Смотрят Что два килограмма ушло Стерлось С мыльницей Да Хорошо Вы так увлекательно Рассказываете О бане Где этому можно научиться Только ли вот У опытных банщиков Или есть Не знаю Какие-то курсы Для обучения банной К сожалению сейчас Это надо Геннадию Наверное На вопрос адресовать Ему легче сейчас Рассказать по этому поводу Что у нас нет никаких Ассоциаций таких Ну можно Геннадию Да Расскажите Да В Беларуси у нас Еще нет ассоциаций Которые могли бы Научить И Занимались бы Именно только баней У нас Очень надеемся Что мы Со временем Создадим Может даже в ближайшее время Потому что вокруг Уже и на Украине И в Прибалтике В России уже созданы Такие организации Я как представитель Беларуси Являюсь там Участником этих ассоциаций Международная ассоциация Банного искусства Международная федерация Спортивного парения Организация Банных специалистов Петербурга Союз профессиональных парильщиков Москвы То есть там есть Организации Которые оказывают Такие обучающие услуги Проводятся чемпионаты По парению И международные И региональные Всевозможные Для популяризации Этого вида То есть люди могут Посмотреть И Научиться уже Чему-то Если они обратятся Именно в эту ассоциацию То там им еще более Подробно И красиво расскажут Проведут Уроки Обучающие Ну а пока Тем кто Находится Далеко от этих ассоциаций Могу рекомендовать Обучаться в бане У того человека Который красиво Грамотно парится Вот Стесняться не надо В бане генералов нет Там все равны Подошел Спросил А как вы это делаете А для чего А покажите А можно А можно делиться опытом Абсолютно охотно Никаких секретов Нету И сколько раз Я тоже рассказывал Показывал Вот Очень меня радует Когда Ребята В одной из бань Мы были в общественной Залетели Мальчишки Лет Двенадцати Наверное Такие Вот И давали друг другу Веником Очень было приятно Но я их остановил Говорю Так стоп Не так это делается Я им провел Прямо в парилочке Урок Они говорят Ну мы этого не знали У нас вот Родители так сюда ходят И вот мы сами пошли То есть Двенадцать лет Люди Они занимаются Где-то о чем-то неизвестно Они пришли в баню Я им рассказал Показал Как это делать Правильно Они очень быстренько Усвоили это То есть Я уверен Что у них Впереди будет Нормальная здоровая жизнь И вот пользуясь случаем Что мы находимся На площадке Тутбая Хотел бы обратиться И к порталу Тутбая Чтобы помогли тоже В плане обучения Мы Сподвижники этого дела Мы готовы Всегда прийти Бесплатно Даже приехать Вот как В России проходит Передача Дачный ответ Или там Квартирный вопрос Мы готовы тоже Где-то приехать Показать Научить И если будут Вот после Нашей Встречи Вам поступать Какие-то Предложения Или вопросы Мы всегда готовы Продолжить и дальше Общение Главное Человека Чтобы не отпугнуть Да Это самое главное Вот поэтому У нас время К сожалению Заканчивается Но буквально Четыре минуты У нас есть На то чтобы Я задала последний вопрос Сейчас очень много Идет разговоров О создании Белорусского бренда Который стал бы Привлекателен Например Для иностранцев Чем мы можем сюда Привлечь иностранцев Да Может ли Белорусская баня С профессиональными Парильщиками С хорошими вениками С умными И толковыми людьми Которые готовы Обучать Других Желающих Париться правильно Может ли Это все Стать Привлекателем Для иностранцев Ну Эта идея у нас Уже витает давно И в общем-то Вот я работаю Со спортсменами С борцами В частности Вот самбо Борьба возникла Из-за того Что в нее Вошли Самые такие Приемы Которые Ну более подходили Для борьбы в одежде Все это Вот точно так же Белорусская баня Ну как такое У нас на слуху Русская баня Финская баня Турецкая баня А вот если Ну Собереться Ядро специалистов Выберут все самое лучшее Которое есть В каждой бане А нельзя сказать Что вот Какая-то баня Только вот Одна полезна В каждой бане Есть свое Рациональное зерно И вот создать Такой вот Продукт Белорусская баня Допустим Приезжаете вы в Таиланд Тайский массаж Он звучит Хотя точно такой же Массаж делают И в Малайзии И в Вьетнаме И в соседних государствах Точно так же Я думаю Что ничего страшного Если Все привыкли Что есть слово Русская баня Но вот если в Белоруссии Будет Белорусская баня Будет именно Мы выберем Все самое рациональное Которое есть И таким образом Создать Сейчас приезжают Иностранцы в Белоруссию Ну что Поведем его в баню Ведут в баню Опять же В эту баню Где Чуть-чуть его погрели Если не обожгли Так хорошо И потом заказывают Суши Шашлык Водка Селедка И все Человек выходит Непонятно Нужно разрушать Вот эти вот стереотипы Обязательно Нужно Или фольклорные деревни Привозят туда человека Да Попарили Потом его самогоном Угощают Дают закусить Салом С огурцом Вот это народная баня Мы против такой бани Мы именно хотим создать То что полезно И душе И телу Ну что ж Я желаю вам удачи В вашем начинании Я думаю Что мы со своей стороны Тоже Чем сможем Поможем В пропаганде Такого здорового образа жизни И создании Бренда Белорусской бани Спасибо что нас пригласили Надеемся Спасибо вам И я напомню Что говорили мы О Белорусской В скором будущем О бренде Белорусской бани Вместе с нашими гостями Профессиональными Ну уже скажу Профессиональными парильщиками Специалистами банного дела Владимиром Вейлкиным Игорем Левашовым И Геннадием Морозом Спасибо вам за то Что вы были В этом эфирном часу Вместе с нами Следите за своим здоровьем И обращайтесь к профессионалам Увидимся До встречи Пока